Всем привет! Новое видео на канале, и сегодня мы поговорим, что подарить любому человеку, и он будет абсолютно рад. Давайте начинать, поехали! Друзья, ну а подарить любому человеку, любой молодой семье, любой молодой паре, да и себе любимому, в принципе, всегда будет угодно чайник. И всегда будет очень приятно получить такой подарок от любого человека. Непосредственно давайте расскажем, я вам расскажу, что за чайник, почему именно он, и обращу ваше внимание, что это вот такая вот модель. Redmond RK G212S. Чайник-светильник с умным домом, со всеми вытекающими работает с МТС умный дом, соответственно, с Марвином, с Алисой и с Марусей. Все возможные русскоязычные ассистенты, электронные ассистенты работают с этим умным чайником. Давайте поговорим о технических характеристиках, и дальше я вам расскажу, почему я пришел к такому выбору, что надо заказать этот чайник. Ну, начнем с того, что этот чайник сейчас стоит вот таких вот денег, то есть 2000 рублей, а на официальном сайте, кстати, ссылочка в описании будет стоить, он 4100 рублей, то есть скидка почти в 50%, не почти, а в 50%. Итак, по техническим характеристикам это 2200 ватт, 1,7 литров, он умеет кипятить от 40 до 100 градусов, поддержка температур, автоматически отключаться, не включится без воды. Есть вот такая вот красивая подсветочка, при этом она, мы сейчас его включим и убедимся сами, во время закипания меняет свою, ну, соответственно, расцветку. Смартбой – это именно умное кипячение, то есть иногда надо прокипятить воду чуть подольше, чем обычно, а иногда, наоборот, не так долго, как это делает, допустим, среднестатистический чайник. Модель основная, в основном, ну, по-моему, 19-го года, если не ошибаюсь, 19-20-й год, то есть это, можно сказать, что новинка. Своих денег по-любому стоит, и давайте сейчас я распакую, и мы вместе глянем. Посмотрел в интернете, в принципе, адекватных видео про него нет. Открываем коробочку, и у нас здесь встречает сразу чайник в упаковочной пленочке, вот такая вот картонная электрическая панель, и все, больше в коробке нет, ничего. Чайник у нас в белой расцветке, еще существует, по-моему, если не ошибаюсь, в черном, но в черном наличии не было, надо было взять здесь сейчас. Вы скажете, спросите, а почему каждому будет приятно получить вот такой подарок? Ну, согласитесь, друзья, чайник – это такая вещь, которая, ну, сам себе, вот редко когда покупаешь, раз в несколько лет, тем более, раньше чайники покупались и служили 3, 5, 7, даже 10 лет. А сейчас электроприборы действительно делаются таким образом, что они служат, ну, год, два, полтора, три от силы. Итак, официальная гарантия у нас, по-моему, 2 года на этот чайник, плюс гарантия от магазина год непосредственно. В принципе, это именно тот период, на который мы можем рассчитывать, чтобы он хорошо, полноценно функционировал. Первое ощущение, первое тактильное ощущение, все-таки в каждый день, несколько раз в день мы будем брать его рукой и соприкасаться с ним, и испытывать приятные или неприятные ощущения. Пластик очень интересный, он такой, знаете, немножко бархатный, то есть при этом сохранена глянцевость для того, чтобы это все дело не пачкалось. Вот такая вот белая расцветочка, здесь у нас реклама от компании Redmond. Почему Redmond? На самом деле я выбирал по ценовой категории, выбирал по отзывам, и все, что я нашел, вот это именно вот такой вот чайничек. Можно было взять что-то от Scarlett или еще чего-то, но не очень интересно. Также к техническим характеристикам, помимо мощности, литража, это обязательно рассказать о том, что это скрытый нагревательный элемент. Это, наверное, одно из самых важных условий выбора современного чайника, чтобы в будущем, то есть он здесь и по отзывам, и в принципе, чтобы, ну на самом деле, это хорошо, когда он скрытый. В основном, как бы, ну, в последней модели все содержат в себе скрытый нагревательный элемент. Дальше у нас есть рекламная вот такая брошюрка, и если вы обратите свое внимание, есть градация шкалы 40, 55, 70 и 85. Почему? Ну потому что разные чайные напитки и чай, и кофе пьются с разным категорией, ну, с разной температурой, с разным температурным режимом. То есть, допустим, зеленый чай заваривается там при температуре 85 градусов, черный чай, по-моему, 95 градусов, а что-то детское подогреть, сделать детскую смесь, она делается непосредственно на 40 градусах, для того, чтобы это, ну, в большей степени не остужать, а, допустим, один раз кипятил, потом просто подогрел до 40 и, допустим, заварил детскую смесь. Это как просто пример из рекламных проспектов, которые написаны на сайте производителя. У нас вот есть вот такая вот Smart Boil, инновационная система регулировки интенсивности кипячения, про которую я вам говорил. По ссылочке пройдете, все это приложение, и через приложение управляется. Приложение называется Ready for Sky. Это фирменное приложение от компании Redmond. Несколько лет назад я пользовался, у нас тоже дома один из чайников Redmond, но не знаю, как сейчас, но в большей степени, или два, или три раза максимум он включился без помощи тому, что надо было к нему подойти. Этот чайник также имеет игры детские, то есть вы можете дать ребенку поиграться с ним в угадывании цвета, потому что здесь есть подсветочка. Сейчас мы все будем это изучать. Это в большей степени рекламная брошюрка, какой-то купон 40 в одном, еще очень много рекламы от компании Redmond. Ну, у них действительно богатый ассортимент продукции, касаемо кухонной утвари. Итак, продолжаем. Каждый чайник должен кипятить воду. Итак, набрали почти максимум. Ставим. У нас подсветочка кнопок. Очень будет информативно, если плохое освещение, или вы чайник ставите вечером, и на кухне не горит свет. Итак, нажимаем кнопочку, и начинается у нас процесс кипячения. Сразу загорелась вот такая вот голубенькая подсветочка. Что касаемо, мы помним все и должны знать, что новый продукт, каким бы он шикарным ни был, надо 2-3, может быть, 4 раза почти подряд, естественно, давая остывать чайнику, прокипятить, и только после этого уже полноценно пользоваться. Сейчас я засеку по времени, сколько он закипает в полном режиме, и расскажу вам чуть позже. Ну и маленькое дополнение. Самый, наверное, один из самых важных аспектов – это наличие или отсутствие запаха. Как и любая новая вещь, пластик при первом использовании, соответственно, еще даже до первого использования, должен пахнуть. Но так как этот чайник стеклянный, он не пахнет. Пластик, ну, тоже не пахнет. Окей. Нет, все в порядке как бы. Первое. Если в вашем чайнике появляется запах неприятный, несколько советов. Первое. Купите лимон, вскипятите прямо в чайнике, возьмите, это первый совет, второй совет. Возьмите небольшую концентрацию эссенции уксуса и тоже вскипятите. Так сделайте несколько раз, запах должен уйти. Но если чайник совсем-совсем дешевый и совсем некачественного пластика, от этого никак не избавиться. Идите и покупайте новый чайник. Ну, а какой, вы уже все знаете. Смотрите, 40 градусов, 55, 70, 85. Только снимаете, это снимается. Соответственно, как я понимаю, если ставим на 40, ну, допустим, на 55, он будет постоянно поддерживать эту температуру до того момента, пока, соответственно, вы его не снимете с подставки. Зачем это делается и почему? Во-первых, смотрите, несколько раз скипятить одну и ту же воду не совсем полезно для организма. Поэтому, если вы хотите, допустим, один раз утром скипятить, вы встали, вы, допустим, ну, жаворонок, встаете рано, в 6 утра. Скипятили полный чайник, это 1,7 литра. Налили себе кружечку чая или кофе. Ну, и в последующем все члены вашей семьи, если вы не одиноки, должны тоже попить позавтракать и попить чай или кофе. Но они уже подходят, допустим, хоп, встали или вообще никуда не подходят. Они встали просто, подошли к чайнику или через приложение это все сделали и поставили себе 70 градусов. Это именно та температура, допустим, на которую они хотят своего напитка. И он полностью не кипятится, а подогревается именно до этой температуры. А не кипячение, соответственно, не вредит воде. Итак, он у нас полностью скипел. Сейчас давайте я вам покажу еще вот крышечка. Вот эти элементы все, в принципе, за эти деньги на достойном уровне. Хотя, вы знаете, я чайники видел и по 10 тысяч, и они, ну, ничем не отличаются. Может быть, даже вот этот по качеству пластика на более должном уровне. Единственное сразу замечание. Вот эта пластиковая штука, она, естественно, придет в негодность. Но успеете сдать по гарантии, тогда все будет хорошо. Вот эта ситечка, она со временем на всех чайниках вылетает. И металлическая, и пластиковая. Но пластиковая просто быстрее, чем металлическая. Крышка закрывается плотно, никакого люфта нет. В интерьере смотрится шикарно. Белый цвет, он всегда очень гармонирует со всеми кухонными приборами. Ну и все, сейчас мы его полностью выливаем. Он у нас немножко остывает. Ну и я в будущем проделаю эту процедуру еще несколько раз, для того, чтобы подготовить полностью чайник к использованию. В принципе, здесь все у нас хорошо. Закрывается. Я думаю, что он без воды не включится, но я не буду экспериментировать, потому что, вы знаете, за свои деньги всегда переживаешь. Ну, в общем, каким-то таким получился видос про чайник Redmond. Какая-то модель G212S. На самом деле, если посмотрели, ставьте лайк. Если полезно, тоже ставьте лайк. Если бесполезно, два дизлайка. Подписка, лайк. Пиши, думаю, да, если досмотрел до этого момента. Ну и совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok